До 1 июля жители страны будут посещать избирательные участки, чтобы выразить свое мнение относительно поправок Конституции Российской Федерации. Напомню, в округе работает 68 мест для голосования. На одном из них побывала наша съемочная группа. Избирательный участок 1461 распахнул свои двери ровно в 8 утра. Перед тем, как приступить к основной цели своего визита, каждый голосующий проходит антивирусный ритуал. После измерения температуры голосующий опрабатывает руки и надевает средства индивидуальной защиты. С собой приносить ничего не нужно. Маску, перчатки и одноразовую ручку дают на месте. Голосование проходит в непривычном формате, но это не повод отказываться от участия в нем, считает житель-люберец Дмитрий Шапошников. Перед тем, как начать рабочий день, он выполнил свой гражданский долг. Одним из первых посетил избирательный участок. Гражданская позиция в наше время крайне важна, поэтому я стараюсь участвовать во всех мероприятиях подобного рода. Под тщательным наблюдением состояние здоровья не только голосующих, но и членов избирательной комиссии. На этом участке пять сотрудников и один наблюдатель. На участке у нас организован отдельно вход, отдельно выход. Потоки голосующих мы, естественно, рассекаем. На каждый час у нас осуществляется проветривание и дезинфекция с убытием всех присутствующих. За исключением одного человека, который наблюдает за избирательной урной. В том, что здесь соблюдаются все требования Роспотребнадзора, лично убедился глава округа Владимир Ружицкий. Совместно с депутатом Московской областной думы Игорем Каханым он ознакомился с работой комиссии. У нас на территории организовано 167 участков. У нас порядка 247 тысяч наших жителей, которые должны проголосовать. Мы надеемся, что основная масса придет на это голосование. У нас есть и лежачие, есть и инвалиды. По их заявке можно будет проголосовать и дома. То есть к ним домой придут и дадут возможность проголосовать, не выходя из квартиры. Несколько часов в день голосование будет проходить во дворах. Это еще один метод избежать распространения инфекции. Ознакомиться с графиком работы мобильных избирательных участков можно на сайте администрации округа. Луиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.